Здравствуйте, ребят! Во-первых, простите меня, потому что я не очень сильно умею выступать. Точнее, выступаю хуже, чем программирую. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Я приехал из Воронежа сегодня, компания ЦИСК меня попросила выступить. На самом деле, ничего супер хорошего я не сделал. И пока что я не могу назвать историей успеха то, что я сделал. Но в любом случае, какой-то опыт есть, и я про него могу рассказать. Если у вас какие-то вопросы, вы сразу... То есть у меня есть определенная линия, которая... Просто буду рассказывать, как происходило одно событие за другим, какие решения принимались, а вы можете меня останавливать, спрашивать любые вопросы в любое время. Начну с самого далекого начала, очень кратко, с того, что я учился в университете и очень сильно увлекался трехмерной графикой. Вот, но сильно это слабо сказано. Но вот это вот предел моих способностей, было это мое лицо. Вот такие ужасные вещи я делал. И потом мы собрали команду ребят и делали спецэффекты для студенческих фильмов. Вот, этим, собственно, занимались все пять лет обучения у нас в Воронеже на факультете. Потом, закончив факультет, я, как большинство людей, пошел работать в банк. Вот, но вот эта тяга к графике, она меня, как бы, склонила обратно. Вот, и мы начали. Мы решили организовать студию. Взяли тех же самых ребят, с кем мы работали, организовали вместе студию, назвали ее «Авиаграф». Вот так вот пафосно все это выглядело. И постепенно количество заказов, количество звонков клиентов превысило мою вообще способность в банке совмещать. Вот, и мне пришлось уволиться, полностью посвятить время вот работе над спецэффектами. Вот, и так мы работали в течение трех лет. Вот, создавали что-то вот вроде вот таких роликов. Вот, работали с там, с международными заказчиками. И самое, наверное, главное то, что было, это то, что все время старались брать новую задачу сложнее, чем предыдущую. То есть я не брал заказ, если он, если я знал, как его сделать. То есть мы каждый раз брали то, что мы не знали. Вот, и самым, наверное, большим таким стремлением моим, самым большим моей мечтой были вот эти вещи. То есть, как вы знаете, очень многих фильмов голливудских, в опасных съемках актеры заменяют, его лицо заменяют на его виртуальную копию. И таким образом можно актеру уронить с пятого этажа, он встанет, отряхнется и пойдет дальше и так далее. Вот, вот здесь примеры есть трехмерных актеров. Вот кто может сказать, сколько здесь реальных человек? Ноль. Да, здесь вообще ни одного реального человека, это все полностью цифровые дублеры. Вот, и я очень сильно этим горел. Я думал, что если я смогу это использовать в своих, как бы, спецэффектах, то это будет круто. И, естественно, по светам фильмов обычно выходят маленькие ролики про то, как они были сделаны. И однажды я увидел просто, что люди для вот этого сканирования лиц используют не какую-то дорогую технику, а обычный фотоаппарат и проектор. Совершенно увидел мельком, но понял, что у меня есть проектор, у меня есть фотоаппарат. То есть, единственная преграда, это вот как бы только в голове, то есть, то, что я не знаю, как это сделать. Вот, и с тех пор я загорелся и начал, как бы, исследовать эту тему со сканированием. Вот, исследовал, исследовал. Вот такие вот мои первые ужасные результаты были. То есть, совершенно все было ново, совершенно непонятно. Вот так вот, вот так выглядела первая установка лиц сканирования, которую я сделал. Вот, и вот так вот выглядел первый скан. Для меня это казалось фантастикой, потому что, ну, вот представьте себе то, что нам нужно померить объект с помощью линейки. Только вы делаете это с помощью вот такого, точно, фотоаппарата, вот такого проектора с расстояния метра и меряете его с точностью до миллиметра. То есть, это достаточно было сложно. Вот. И, соответственно, дальше история как развивалась. То есть, я тратил на это все больше и больше времени, забросил совершенно спецэффекты. Вот. И, как бы, надо было отдыхать. Мы сидели у костра с друзьями. Я спросил, куда можно поехать отдохнуть. Они сказали, на Селигер. Кто-нибудь был на Селигере? Один человек. Окей. Соответственно, я поехал на Селигер и с собой надо было вести какой-то проект. Я привез вот эту вот вещь, то есть, вот эту вот штуку я вез с собой, просто для того, чтобы меня это опустили, грубо говоря. Вот. И совершенно неожиданно оказалось, что это все не заработало абсолютно. То есть, был полный провал. Но совершенно неожиданно оказалось, что людям это понравилось. То есть, очень-очень много людей выстраивались в очередь, чтобы отсканироваться. Несмотря на то, что ничего не работало. Вот. А как они сканировались тогда, если меня обухало? Ну, мы крутили 3D-модельки, говорили, что завтра это все заработает. А так продолжил все в ней подряд. Завтра отдалялось. Да, завтра отдалялось. Я понял, что это бесполезно все-таки восстановить. Но самое главное, то что вот этот год меня как бы заразил. Я продолжал развивать, продолжал увеличивать качество постоянно. И на следующий год я захотел опять поехать на Селигер, но это было уже тяжело. С тем же самым проектом. И я начал искать, как подвязывать способы, как туда попасть. Начал обзванивать всех, искать просто хотя бы какие-то контакты, которые могли бы просто сказать мне, я в списках или не в списках. И встретился с человеком, которого зовут Алексей Сухачев. Мне сказали, что он как-то был связан с Селигером. Я к нему пришел, и это оказался организатор конкурса BIT. Кто был на конкурсе BIT? Что это такое? Бизнес инновационных технологий конкурс. Я про него немножко расскажу дальше. И он, в общем, позвал меня на этот конкурс принять участие. Я совершенно скептически относился к конкурсам проектов. Но тем не менее, я не знаю, за счет его какой-то харизмы он меня уговорил. Что из этого получилось? Чтобы туда подать заявку, надо, грубо говоря, ответить на ряд вопросов. Кто ваш клиент, а сколько стоит ваше оборудование, какая целевая аудитория, какой их объем. То есть те вопросы, которые я, в принципе, не задавал, а делал эту штуку для себя первоначально. Я начал задавать эти вопросы, и в конце концов пришел к какому-то пониманию, что этот продукт можно продавать другим людям. То, что он может быть полезен не только мне. И на сам конкурс я уже пришел с проектом, который я сейчас буквально, это то, что называется Elevator Pitch, то есть я вам сейчас буквально в двух минутах расскажу вообще суть того, что было у меня в голове. Проект называется Russian 3D Scanner. То есть практически любой фильм, который вы смотрите, любая компьютерная игра, в которую вы играете, практически 80% рекламных роликов по телевидению, они включают себя в 3D-объекты, какие-то спецэффекты. И в мире очень много людей, которые сейчас задача просто брать и брать объект реального мира какой-то, и копировать его, просто переносить его в 3D. 3D-моделеры, 3D-артисты и так далее. И это, на самом деле, достаточно, то есть это выглядит примерно вот так. Это достаточно глупая задача, потому что, как вы помните, когда не было фотоаппаратов, люди рисовали руками. Потом появился фотоаппарат, и они одной нажатием кнопки, ребенок мог сделать тот же самый результат 10 раз лучше, получить картинку гораздо более детальную. И то же самое с 3D. То есть мне казалось, что это достаточно глупо, потому что человек повторяет то, что уже есть. Это то, что должен быть способ нажать одну кнопочку и получить этот 3D-объект сразу. Естественно, такой способ есть. Это 3D-сканеры. Вот, собственно, наверное, основные 3D-сканеры, которые в мире есть. Все их объединяет одна общая черта, то что они дороже 10 тысяч долларов. То есть недоступны для таких ребят, как я, как бы воронежских, ну и просто для маленьких судей. Вот, и вторая черта, которая их объединяет. Если мы разберем их и посмотрим более детально, на каждой из них разберем их, посмотрим, что внутри, мы увидим там камеру и проектор. То есть вещи, которые есть, совершенно доступны у очень многих людей, или они могут купить их у себя в стране. Поэтому и бизнес-идея была очень простая. Просто, извиняюсь, что на английском языке, создать программу, которая сможет взять проектор, взять камеру и создать из этого 3D-сканер. То есть человек в любой точке земли покупает онлайн программу, устанавливает на ноутбук, подключает вот такую камеру, вот как здесь 7D, подключает проектор обычный бытовой и получает устройство, которое конкурирует по качеству с профессиональными системами сканирования. Вот здесь, например, установка может выглядеть вот так. Вот здесь слева вы видите результат сканирования лица сканером за 10 тысяч долларов. Справа моей системы с помощью обычного бытового фотоаппарата хуже, чем этот и проектора. Сверху, по-моему, за 25 тысяч долларов скан, снизу мой. И, соответственно, примеры сканирования лиц, примеры сканирования других объектов. Ну, я решил, что стоимость этой программы должна быть достаточно доступной, то есть это от 200 до 470 долларов. Ну и вот такая вот была наша команда. И еще несколько результатов. Это вот, то есть справа модель, левая фотография. Это напечатанная модель в 3D. Это сравнение с технологией Autodesk, которую они сейчас продвигают. Сверху Autodesk, снизу моя. Ну и вот так заканчивалась моя презентация. Можешь подробнее про технологию рассказать? Я не понимаю, зачем. Можешь подробнее рассказать про технологию? Я не понимаю, как социальным препаратом и проектором сделать такую же 3D-модель. Мы бы тоже хотели так сделать. Угу. То есть, я не понимаю, зачем нужен проектор такой же, который проецирует что-то? Давайте, да. Я пытаюсь совершенно на пальцах. Надо было, наверное, доску вам взять. Проектор уже и сетку тоже проецирует. Можно доску. У нас есть? Ну, если можно принести доску, это было бы, наверное, проще. А еще там у вас первый раз было две камеры. Да, потом мы одну убрали. Это как бы такое совершенство, да? Я сейчас про это расскажу, да. У нас запись, поэтому прошу говорить микрофон. Так. Андрей, я пока вопросы позадаю по движению и по бизнес, наверное, вопросы такие. Откуда появилась цена? Почему она именно такая? Ну, это сугубо сейчас, это сугубо личное мое мнение. Я не успешный предприниматель. Просто, ну, как бы, можете просто принять или не согласиться. Но в любом случае, я считаю, что все подчиняется каким-то физическим законам, в том числе и цена. У человека есть всегда, в любой сфере есть альтернативный выбор. Или его нет. Если его нет, значит, цена может быть космическая. Если он есть, значит, цена должна быть сравнима с ним. Соответственно, эта цена, я просто находился, у меня, как бы, моя позиция, я одновременный 3D-шник, одновременный программист. И поэтому я всегда, как бы, создавал программу для себя. Я всегда видел, вот, как бы, сидя у себя дома за столом, я всегда видел, какие у меня есть альтернативы, имея столько-то денег в кармане, я мог купить это, это или это. Я понимал, что я не могу купить ничего вот в этом диапазоне. Значит, цена должна быть вот такой. То есть, я просто сделал целом такую, за которую я бы это взял. Сейчас у нас здесь вопрос еще. Здесь вопрос такой. Если это устройство ваше будет внеделено в массовое производство, это означает, что все остальные озарятся, те, кто производит за 10 тысяч и более. Но они же этого не хотят, значит, они попытаются вам что-то нехорошее сделать или не будет такого? Ну, до сих пор не сделали, наверное, потому, что удалось вот так саму вот эту вот построить идею, этой вещи, то, что мы с ними не конкуренты оказались. То есть, те люди, которые купят мою штуку, мою программу, никогда не купят дорогой сканер. И те люди, которые купят дорогой сканер, никогда не купят мою программу. Почему? Ну, хотя есть исключения, но... Просто психологический аспект, про это я немножко вот подальше расскажу. Да, даже, наверное, сейчас пока вот доску. А доска будет вообще? Может, там еще вопрос? Жень? Про вопрос как раз Андрей хотел продолжить, про психологический аспект, почему там... Сейчас доску принесут, все в порядке будет. Так что, Андрей, расскажи, пожалуйста. Вот психологический аспект. Значит, я просто вот для меня, мне кажется... Это был вопрос или нет? Да. Мне для себя кажется, что очень выгодно, очень просто всегда создавать что-то, что чем бы вы сами пользуетесь и чего вам не хватает. Потому что в конечном счете, мне кажется, все люди, несмотря на небольшие различия, очень похожи друг на друга. Если этого не хватает сильно вам, и вы без этого жить не можете, значит, есть еще несколько миллионов человек, которым это то же самое, как бы... Это то же самое не хватает. Мне так кажется почему-то. И поэтому я просто взял вот свое восприятие вот этого, свое видение и просто подумал, что есть еще несколько миллионов человек, которые думают так же. Это оказалось, ну, правдой пока что. Почему? Грубо говоря, если вы загуглите 3D-сканер, 90% случаев, что вы увидите, это такое устройство, там будет описано ширина базы, точность сканирования, с чего оно состоит, какая доставка, сколько оно стоит. Я для себя понял, что это вообще мне не важно. То есть я на это вообще не смотрел бы абсолютно. Все, что мне важно, это то, что эта штука смогла бы сделать работу лучше меня в 10 раз за более короткое время. Это первая вещь, которую я хочу увидеть. То есть я просто хочу увидеть результат, от которого я вот обалдею. И вторая вещь очень, наверное, важная, то, что я хочу, чтобы... Я хочу видеть применение этой штуки, например, в Аватаре 2. Потому что для меня, как для любой человек, это, когда он что-то покупает, он тоже инвестор. Например, я 3D-артист, я создаю кирпичи. Я знаю, что моя задача создавать... Я работаю, допустим, в Край, так я создаю кирпичи для игры Кризис. Моя задача создать 5 кирпичей в месяц. Я за них получаю свою зарплату. Я понимаю, что если я смогу создать 50 кирпичей в месяц, не говоря своему начальству, что я использую сканер, это будет прямой профит, как и, собственно, происходит. Но, соответственно, я собираюсь купить этот сканер, и я собираюсь сделать небольшую свою инвестицию. Если я не вижу вокруг ни одного применения сканирования в играх, значит, эта инвестиция очень рискованная, правильно? Если я вижу, что это используется везде, я захожу на форум и вижу, что все уже начинают это использовать. Это используется в Атаре, это используется в Кризисе, во всех последних фильмах. Для меня риски снижаются, и я с удовольствием покупаю. Вот эти две основные идеи, которые я привнес. Поэтому все, что сейчас, грубо говоря, мы сделали публично, это просто сайт, на котором нет абсолютно ничего, никакого описания. Там есть просто видеоролик с демонстрацией, вот с теми примерами, которые я показывал. Просто результат. Вот. И, как ни странно, этот ролик выстрелил, то есть начали писать люди. А, и второй момент. Я объявил, что я готов предоставить эту программу бесплатно семьи профессионалам по всему миру. Так звучало, как бы, хорошим профессионалам для бета-тестирования. Написало 39 человек вместо 7. Из них был ведущий моделер на Аватар, из них были люди, которые делали Властелин колец, Кинг-Конг, опять люди из Крайтек. Ну, и вот, то есть люди вот такой величины, то есть они на это, ну, можно сказать, повелись, то есть они поверили в это. И сейчас, то есть то, что я, программа еще не вышла, она прошла бета-тестирование, мы ожидаем релиза через пару месяцев. И люди вот ждут, пишут, когда, 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 давайте, давайте. То есть, ну, вот это вот, как бы психологический момент, он сработал. Можно я прям, очень вкусное место. Как произошло, как произошел переход, как раз вот от того, что это нужно мне, и к тому, что я понесу это в мир. Кому-то покажу, начну это продавать, сделаю из этого компанию? Ну, он еще резко происходит, просто когда люди увидят, то, что ты делаешь, и просят у тебя, можно ли мне то же самое? И ты понимаешь, что ты им не можешь отдать, просто потому что они не разберутся, там не очень неудобные кнопки, там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И тогда приходит понимание продукта. То есть вот осталось добавить пару кнопок, и я смогу им отдать, и они смогут это использовать. Вот. Что они увидели? Они увидели просто, как сканируется. То есть они пришли на Селигер, увидели, как я сканирую лица. Попросили, а можно нам вот тоже? То есть мы там занимаемся сувенирной продукцией, но мы хотели бы сканировать лица людей. Ну, то есть сам процесс сканирования? Да. Так. А у вас есть какие-то конкуренты, которые создают подобные же программы, или вы первый на планете Земля? Ну, я вообще не верю в такие... Есть, да, есть, и я вообще не верю в такие инновации, которые просто что-то появилось, и нет больше ни у кого. То есть, наверное, я прочитал очень-очень много исследований, очень много всего пришлось изучить за это время, каждое исследование, даже самое гениальное, это все, это 100 работ, которые были до этого, и плюс там х в конце, который сделал там качество в 10 раз выше. Это, наверное, практически 100% вообще всей вот этой математики. Математика используется бешеная, но все это работает вот так. Поэтому, конечно, есть, но самый, я говорю, самый большой аспект не в технологии, а в том, именно в психологии. То есть, грубо говоря, есть система, которая очень похожа на то, что есть у меня, но о ней никто просто не знает, просто потому что не виды примеров, нет как бы вот этой вот романтики, нет результатов, которые можно посмотреть, и они нравятся. Поэтому просто справиться с системой никто не знает, несмотря на то, что они уже продаются. Собственно, вот так. Давайте пока доски нет, немножко. Раз, меня слышно? Отлично. Скажите, пожалуйста, весь прогрессивный мир переходит на параллельный трекинг. Как вы думаете, ваши технологии будут достаточно конкурентоспособны с ними? Я честно скажу, что я не знаю, что такое параллельный трекинг, поэтому у вас вот хочу спросить. Это такой алгоритм 3D-реконструкции, основанный на одной камере, и, простите, в которой используется одна единственная камера, а для воссоздания сцены используется некий алгоритм ее движения в пространстве. Как я уже говорил, параллельный трекинг, когда мы берем камеру, ведем ее слева направо по одной оси, в этот момент мы снимаем картинки и софт аккуратненько восстанавливает изображение. Мы не используем проектор или что-то в этом духе. Мне нужна доска, чтобы вам ответить. Ну, вы можете сказать да, нет, не знаю. Да, это есть, но это другой рынок абсолютно. Я им сейчас просто дай мне доску, как вам сейчас отвечу. Два доска еще ищутся. А давайте вот эту возьмем. У нас там бумаги нет. Давайте я вам немножко просто можно мы сейчас вот эти вопросы отложим до того, как доска. Я вам просто немножко дальше историю, немножко проект расскажу. Совсем чуть-чуть. По поводу конкурса бит. То есть закончили мы на том, что вот этот проект сформировался и пришел на конкурс бит в Воронежске. Ни на что особо не рассчитывал, но получилось так, что такие стечения обстоятельств, что выиграл первое место там. Вот здесь вот. Ну, вот так вот он проходил, не очень как бы, не очень много проектов было в Воронеже. Вот. Получил первое место. И... Ух ты! Да. Это был, да, это был денежный приз, который на самом деле как бы кажется смешным, но для меня я в течение двух лет вообще не работал. То есть буквально были моменты, когда не было там 100 рублей в кармане. И... Но вот была вот вера вот в это вот дело. И поэтому для меня это был таким глотком свежего воздуха, то есть возможность что-то там как-то немножко вздохнуть. И самое, наверное, главное следствие то, что это привело к финалу конкурса Бит Москва из суда. Вот. То есть все победители региональные со всех битов, это более там 700 проектов изначально. Из них были выбраны 13 проектов, которые участвовали в конкурсе Бит Москва. Вот. И на этом конкурсе уже были очень серьезные ребята. Вы, наверное, про многих из них слышали и про многих услышите наверняка. Очень сильное выступление. На этом конкурсе я выступил достаточно слабо. Занял шестое место. Но самое как бы главное это, что проект все равно он был как бы международный, имел масштаб, можно сказать. То есть нет границ таких вот как бы национальных, то есть можно продавать куда угодно. Вот. И после выступления так получилось, что подошло очень много людей. Один из них сказал «У тебя хорошо английский?» Я говорю «Да, неплохой». «Хочешь в Америку поехать?» Я говорю «Да, да». Это оказался Михаил Шагиев, который представил компанию «Циско». Вот. Потом подошел еще один человек из финской компании. Тоже задал пару вопросов. Еще несколько человек. Ну и в общем в момент награждения на «Бите» я уже ехал на «Селигер» в поезде и не видел, как награждали. Вот. Мне позвонили родители, которые смотрели трансляции и сказали, что у меня четыре поездки. То есть я выиграл четыре. Ну практически из всех призов, которые были дополнительными, в том числе и вот этому нашему проекту что-то досталось. То есть это было три поездки в США и одна поездка в Финляндию. Вот. Но если вам как бы интересно, я просто могу небольшой опыт вот этих вот поездок рассказать. Конечно. Вот. Значит, это были три поездки, они все шли одна друг за другом. Первая поездка была поездка от компании «Интел» на обучающую программу «Дипдайв». Что это такое? Это очень интересная вещь. Вы все, в принципе, можете съездить на нее. Я безумно вам это дело рекомендую. Вот. Что это такое? Она организуется компанией «Рис Венчерс». Насколько я знаю. Стоимость где-то от 4 до 6 тысяч долларов в зависимости от того, какой уровень углубления вы захотите. Вот. Но смысл такой. То есть вас собирают, для вас делают приглашение, вам делают визу, что очень как бы хороший момент. Вот. И вы приезжаете в Штаты. Там вы живете как бы самостоятельно, передвигаете самостоятельно. На каждый день у вас есть программа, куда вам ехать. Вот. Например, вы приезжаете, допустим, 12 дня, вы приезжаете в компанию такую-то, и CEO этой компании рассказывает, как он поднимался с нуля до текущей компании. И так вот каждый день в течение недели. Вот. Это был опыт совершенно потрясающий просто. Вот. В основном это были директора компании, то есть русские ребята, которые уехали в Штаты и открыли там свою компанию. Следующий момент был это конкурс международных. Вот, в принципе, вот так вот выглядит. Ну, это вот сама Калифорния, просто пару фотографий, где это все проходило. Достаточно красиво. Кто основал верхнюю левую компанию? Ну, это берег океана. Это первый раз, когда приехал, я просто первым делом поехал туда. Спасибо. Так, ладно, на этом тогда сейчас немножко попозже. Так, вопрос про то, как вообще происходит сканирование раз, про то, почему про параллельные трекианы все одно и то же. Значит, смысл такой. У вас есть что-то в 3D, допустим, лицо, вид сверху. Есть два фотоаппарата, которые стоят на него смотрят. Вы о фотоаппаратах не знаете ничего. Есть специальный процесс калибровки фотоаппаратов, который узнает все полностью о том, какая у них оптика, какое у них разрешение, оптический центр, дисторсия, абсолютно. Ну, то есть, это не важно. В этом математике мы вдаваться не будем. Но то, что он позволяет сделать, он позволяет полностью узнать, ну, скажем, расстояние между ними с точностью до миллиметра, углы поворота, как они смотрят. То есть, вы знаете о них все абсолютно полностью. Что вам это дает? Да, фотоаппарат видит вот этот объект с разных ракурсов. Вы видите, допустим, вот эту точку на объекте. Вы знаете, что эта точка, вы можете провести луч, естественно, через центр линзы к этой точке. Если вы видите эту же точку из этого фотоаппарата, вы тоже проводите второй луч. Дальше математика второго класса. То есть, вы по правилу треугольника вычисляете положение вот этой точки относительно фотоаппарата. Правильно? Теперь вопрос. Вот здесь не лицо, а белый лист бумаги. Я вижу на белом листе бумаги точку вот этого, вот с этого ракурса. Вот с этого ракурса. Где эта точка? Там. Они все белые. Нет. Все точки белые. Я вижу конкретно... Их нельзя увидеть, если они все одинаковые. Это же плоскость, не объем. Еще раз. Ну, это правильная мысль. Здесь 2D-плоскость. Здесь 2D-плоскость, не 3D, а раз, и два, все точки будут одинаковые, потому что фон белый. То есть, мы ничего не увидим. Правильно. То есть, я с одного фотоаппарата могу сказать, что вот эту точку, взять любую точку и сказать, это точка с координатами 50, 257 на матрице фотоаппарата. С того фотоаппарата я не могу найти эту точку. Они все абсолютно одинаковые. Правильно? Какой чип можно применить? Ну, для этого проектора, который указывает вот там. Да, мы ставим вот сюда проектор, совершенно абсолютно любой, проецируем с него простой, обычный шум. И получается, вот этот объект становится вместо белого, иметь текстуру. И мы можем каждую точку теоретически различить. Как работает лазер? Теперь вы знаете абсолютно, как работают лазерные сканеры. Представляете? Идет лазерный луч просто, и вы видите одну и ту же точку, то есть, вы всегда видите одну точку, и вы видите ее справа и слева, и у вас не возникает вопроса, где она. Проектор это то же самое, только этот 1024 лазерных луча. Вы можете покрасить каждый своим цветом и сканировать гораздо быстрее. Вот. Теперь смотрите, есть ли разница, стоит у нас два фотоаппарата. Или это один фотоаппарат, который мы через секунду подвинули вот сюда? Разницы никакой, по-моему, правильно? Ну, сможете сканировать. Ну, да. Пока вы будете двигать, объект успеет переместиться, допустим, и тогда вы не сможете сканировать. Точность перемещения берет. Да, точность перемещения. Так вот эта технология, как она называется? Параллельный трекинг. Параллельный трекинг это частный случай вот этого, когда вы берете один фотоаппарат и перемещаете его вот так. Какие минусы, вы уже сами знаете. Если объект белый, вы его не отсканируете. Если объект переместился за время этого параллельного трекинга, вы его не отсканируете. Вот, собственно, то есть, по-моему, очень все просто. Я ответил на вопрос про аппараллельный? Микрофон. Смотрите, мой вопрос был вообще по поводу того, как конкурентна ваша технология в отношении с или сравнении с. Вы показали недостатки технологии параллельного трекинга. Хотя я был бы, например, рад услышать что-нибудь вроде параллельный трекинг отлично применяется в ситуациях XXX, YYZ, и дальше вы сами еще подсказать что-нибудь. Нет, спасибо. Спасибо, очень хороший вопрос. Значит, сейчас в мире есть... Значит, смотрите. Вот эта технология с проектором называется активная. Почему? Потому что проектор что-то проецирует. Как бы активная подсветка. Если мы убираем отсюда проектор, эта технология пассивная. То есть мы используем свет, который есть в комнате. Параллельный трекинг относится к пассивным технологиям, моя технология относится к активным технологиям. Она использует проектор. Правильно? Соответственно, разница в чем? Опять же, из-за того, что пассивная технология не может различить очень многие. Например, человеческая кожа очень однородная, белый лист однороден, стена однородная. Он очень плохо различает вот эти точки, и результат сканирования оказывается немножко хуже по качеству, чем у активной системы. Казалось бы, человеку проще использовать один фотоаппарат, не использовать никаких проекторов, и моя технология проигрывает абсолютно полностью любой пассивной вот такому трекингу и так далее. Казалось бы, ситуация на самом деле безнадежная. Например, компания Autodesk делает технологию, которая называется Photofly. Вы можете попробовать ее буквально. Есть компания сканер-киллер, который делает такую же технологию, то есть конкурентов моря, у них все проще, вон тут вступает просто один маленький психологический аспект, который я сейчас вам покажу на примере того, что я уже вам показывал. Видите разницу? Вот эта технология, одна из самых лучших технологий в мире, которая использует пассивное сканирование. Снизу активное сканирование очень-очень плохим с проектором. Казалось бы, разница не очень большая, правильно? Но для человека она предельно значима. Почему? Потому что, если я принесу, если я работаю в компании Crytek, приношу своему директору нижнюю модель и говорю, что я сделаю ее своими руками, он мне поверит. Если я принесу ему верхнюю модель, он мне никогда в жизни не поверит. И в этом самая ключевая разница, почему вот этот мой проект там живет. Просто потому, что есть, грубо говоря, грань. Вот я профессионал, допустим, у меня там, допустим, 10 лет опыта работы в 3D. Я могу сделать объект вот такого качества. Пассивная технология делает объект такого качества. Активная делает его точно таким же. То есть она заменяет ручную работу человека. И вот на это я делаю упор. И в этом вся разница. вопрос еще по технологии. У тебя был один фотоаппарат? То есть ты его сперва туда вставил, потом туда. Этот процесс калибровки, что это за процесс такой? В смысле, это кто его делает? Программа делает каком-то там или ты руками делает? Сейчас. Да, классный вопрос. Спасибо. Начало про проектор. Смотрите. Да, у нас нужно два фотоаппарата и что-то, что подсвечивает объект разными цветами, чтобы создать на нем текстуру. Но если мы посмотрим на любой проектор, мы увидим в нем оптику точно такую же, как у любого фотоаппарата. Правильно? Почти такую. Я бы даже сказал, что она точно такая же. Но разница в чем? То, что фотоаппарат получает свет, а проектор отдает. И все. Это единственная разница. Поэтому мы можем спокойно выкинуть второй фотоаппарат и оставить один фотоаппарат и проектор. При условии, что мы знаем то, что видит проектор. Правильно? Вот куда падает точка из проектора. Да, если бы мы могли из него посмотреть, то мы просто можем оставить фотоаппарат и проектор. Как это решается? Это решается очень просто. Мы представляем, как будто мы знаем то, что он видит. Проектор видит то, что он проецирует. Правильно? То есть картинку, которую мы на него подаем, он ее и видит, когда... Вот. Соответственно, мы просто ставим какую-то грубо говоря плоскость которую мы знаем с проектора проецируется какая-то картинка на нее камера видит эту картинку и соответственно можем посчитать где конкретно находятся точки который вид проектор и вся задача очень просто решается теперь как делается что такое 3d калибровка это очень простой процесс то есть берется объект просто любой известной грубо говоря формы то есть ну в моей программе в большинстве вообще активных сканеров это вот такая доска ну вот кусочек доски которая покрашена просто шахматном порядке черные белые клеточки она очень легко распознается и мы у этой доски можем очень с хорошей точностью найти вот эти вот узлы этой доски пересечения и мы должны сделать просто поставить эту доску так чтобы проекторы камеры одновременно и увидели повернуть несколько раз и сделать снимки и программа она как бы внутри считает ага значит я знаю что этот объект такой формы такого масштаба такого размера какая должна быть у меня оптика чтобы я ее увидел вот так вот в этом кадре то есть она решает обратную задачу ну чтобы купить фотоаппарат в проекторе твоей программу это где-то мне кажется тысяч пять долларов надо то есть ты снизил стоимостью два раза нет посмотрите есть просто то что сейчас существует на рынке есть система активно не стоит свыше десяти тысяч долларов вы их покупаете вы получаете проектор и фотоаппарат скрученные в коробке ну 100 процентов из вас есть фотоаппарат дома я уверен правильно проекторе сейчас стоит такие маленькие пикопроекторы знаете уже в сотовых начинает появляться они стоят 300 долларов проекта за 300 долларов до достаточно да вот это сделано проектором за 300 долларов вот в этом разница вместо десяти тысяч долларов вы получаете систему за 200 долларов за программу плюс небольшие деньги за проектор который можете продать апгрейдить если вышел новый одолжить у кого-то и так далее то есть у вас больше возможности и вам не нужно поскольку бизнес строится в россии то надо использовать еще учитывать такой момент как почта россии вот то есть если человек может ну какой-нибудь там стране например я не знаю то есть где-нибудь в африке он может купить программу найти где-то у себя фотоаппарат и проектор и никуда ничего не доставлять да это огромный плюс мне не нужно доставлять мне нужно трястись о том что он разобьется и так далее а потом вот эта модель она попадает уже в 3d max и можно зарабатывать там да 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 вот ребят давайте от технической стороны немножко уйду и немножко продолжу вот про вот еще моменты там у вас еще вопрос появится надеюсь вот про значит второй момент который вот ну вторая поиска который рассказал это конкурс от intel международный конкурс проект про него я вообще очень коротко расскажу мы там вообще ничего не заняли потому что были очень крутые проекты то приезжали победители со всех федеральных конкурсов в разных странах там по моему около 70 стран принимал участие мы там ничего не заняли очень маленький рынок по сравнению с остальными потому что там преимущественно первые места ну вообще призовые места занимали люди проекты у которых рынок весь мир ну допустим лекарства там отрака грубо говоря и так далее и вот второе место заняли наши ребята с компанией maxigen вот молодцы но они действительно это очень заслуженная победа и просто первая наверное российская победа на международном конкурсе вот но и самая вот последняя поездка это была поездка организованная компанией цисков во black box инкубатор вот про это вот мне очень хочется вам рассказать вот что такое black box это вот этот домик сверху вот да я могу рассказать как на самом деле вот на самом деле это стоит очень многого вот я бы назвал это бизнес акселератором что это такое вот если этот домик рядом с ними здесь не заснял есть пул хаус то есть маленький домик для гостей где есть там 6 мест кухонка своя и так далее туда приезжают двумя путями либо выигравшие что-то там но как я то есть я был единственным человеком который жил там бесплатно либо люди которые просто предприниматели приехавшие в силиконовую долину по делам они могут поселиться где угодно но они выбирают black box потому что они знают что они будут окружены людьми очень близкими к ним грубо говоря то есть такими же предпринимателями как они им будет хотя бы с кем выпить и о чем поговорить всегда вот и вот вот так вот как бы вот это было блокбоксе но самое главное наверное то что вот когда я находился в блокбоксе я был предоставлен полностью самому себе не было никаких планов абсолютно не было никаких знакомств практически и был велосипед в гараже который саша маркова мне сказал забирай вот и вот это было все я понимал что у меня уникальная возможно что я в штатах что должен что-то делать а как бы я никого там не знал абсолютно вот и первое что я решил сделать наверное самое очевидное просто взял блокнот заставил себя вечером выписать а и мне было самое главное две цели первое это у меня была с детства мечта большая пожить по работе в штатах вот понятно что самый простой легальный способ это сделать это найти там высокооплачиваемую работу не то что бросить бизнес а найти там работу за часть зарплаты содержать команду программистов самому находиться там договариваться заключать там контракт и правильно работать ну такой компромисс как бы который я тогда считал что это хорошо вот и второй момент то что я как бы в россии этот сканер никому не нужен ну грубо говоря вот и мне очень хотелось найти вопросы компании реально которые занимаются три графика в штатах просто прийти к ним и поговорить общая как вы что вы хотите от этого сканера нравится мне нравится просто узнать из первых рук вот эти были две мои цели я заставил себя вечером написать выписать список из пяти компаний до которых можно было доехать на велосипеде это было в полуальто таких компаний оказалось две и больше их просто не было вот поставил цель надо пять искал весь вечер просто из-под земли где-то доставал какие-то названия совершенно и либо последняя либо предпоследняя компания была с русским кафаундером а вот его звали сергей зовут сергей я думаю да с ними надо встретиться приезжаю на велосипеде мы сидим кафешки я начинаю разговор на то на тему что то чем они занимаются они занимаются агмент от реалити и не могу к сожалению но поскольку съемка это не могу рассказывать там очень подробно но смысл в том что она позволяет примерять очки как бы онлайн продавать вот мы с ним встречаемся разговариваем и после там я спрашиваю такие вопросы как устроиться американскую компанию как мне прийти как что нужно говорить на что смотрит так далее он не говорит знаешь мы сейчас вообще-то принимаем на работу вот мы приходим к нему в офис говорим еще час и через час они говорят все мы тебя принимаем дает достаточно большую зарплату все это можешь работать за 6 дня получаешь green card получаешь все вот и когда вот это произошло я понял меня в голове все перевернулось как бы я понял что все это мечта она как бы ничего ничего не стоило потому что ребята молодцы они работают они верят в свое дело я пытаюсь найти какой-то компромисс то есть это неправильно я в общем отказался вот я совершенно не пляж что я делал на общем отказался вот потом показал что было правильное решение потому что грубо говоря через два дня они мне позвонили сказали что должен ну они хотят чтобы я был них платным консультантом на следующий день я там провел с ними четыре часа отработал свое проживание там вот потом оказалось что им для их проекта нужно 3d сканирование вот то есть эти очки было хорошо бы было сканировать вот и дальше тоже такая курьезная история то что эти очки это стану как бы стеклянный предмет он пропускает свет в принципе сканировать оптической технологии нельзя то есть вы не то что эти точки не найдете они просто будут преломляться рассеивается и поэтому его нужно чем-то покрывать так чтобы потом не повредить вот и тоже это очень интересно мы думали чем я советовался там посмотрели всякие варианты электростатика какие-то спреи что-то еще потом вечером мне позвонил отец просто просил как дела я говорю папа будет ли это работать от он культ и не знаю надо попробовать я ложусь спать внутрь я просыпаюсь и мне приходит фотография очков покрытых просто белым порошком очень так хорошо покрытых игру как она говорит ну ты можешь взять обычную детскую присыпку положить очки в коробку ставить то фен через две минуты это присыпка электризуется и облипает все очки вот я понимаю что это супер то есть это то что нужно я разговариваю то есть с ребятами из этой компании говорю все мы нашли технологию которая вам подойдет я понимаю что как бы если я им расскажу суть технологии то я им буду уже как бы наполовину не так сильно нужен вот и поэтому он говорит как я говорю я не могу вам сказать то есть давайте давайте да дело так что вы мне как бы отдаете то есть вы мне отдаете очки мы сканируем вы получаете результат все довольны вот на что он как бы справедливо сказала то что у нас достаточно там как серьезный бизнес серьезные перспективы если вдруг мы не можем зависеть от вас если вдруг вы завтра там пропадаете у нас все рушится давайте мы вас эту технологию купим вот ну вообще вот такая была история ну и вот мы договорились что после моего возвращения обратно как бы штатов мы как раз будем все тестировать проверять возможно о чем-то договоримся вот это вот то что и второй момент который был штатах тоже очень важные когда в блокбоксе был я начинал разговаривать с ребятами опять же как прийти в компанию американскую и первое что я услышал то что нельзя в компанию американскую приходить в принципе то есть как пешком то есть нужно договариваться нужно созваниваться договариваться встречи приглашать на ланч что у них очень как бы развито вот но у меня я поняла что у меня не было времени у меня слишком мало времени чтобы ждать понеделя пока они согласуют со мной какие-то вещи вот и в итоге я просто взял велосипед я знал компанию я знал что директор компании зовут допустим там сео компании зовут майк я приезжал в компанию во время обеда открывал дверь заходил я ищу майка вот секретарь убегал куда-то выходил майк совершенно ошарашенный вот я потом узнал что они принципе после этого они могли вызвать полицию на самом деле потому что к ним кроме я не знаю кроме налоговой наверно никто не может так зайти вот но в итоге оказалось ребят в итоге если так никого не слушать оказалось что каждый вот такой поход приносил свои плоды то есть после каждого после двух минут разговора у них все как бы это беспокойство проходило абсолютно они начали нормально общаться они давали еще допустим троих людей кому можно зайти и вот так я там да и вот так я там путешествовал вот вот так вот выглядело то на чем я ездил по сан-франциско вот это вот офис компании автодеск встречался как раз с директором по технологиям которые вот эту технологию которые показал это очень замечательная компания называется беспокойно вейшнс она создает она сканирует то есть она создает протезы для людей она сканирует целую ногу и отражает ее зеркально этого нельзя сделать физически физическом мире никак правильно вы не можете отразить слепок ноги сделать зеркальное отражение они отражают его зеркально и печатают этот протез вот и я думал что как бы это такие ну игрушки да ну просто какой-то старт обычный стартап какая-то технология вот у них настолько огромный загружен заказами что я с трудом смог вообще к ним в принципе попасть вот и когда я держал вот эти вот протезы в руках напечатанной 3d принтере мне казалось что они очень хрупкие что это как-то вот ну человек не может на этом ходить я говорю а как у вас как часто него сломаются он мне взял с полки протез с небольшим такой маленькой трещинком говорит вот это упал с самолета или я понял вот ну собственно да вот так вот собственно этот про поездку потом я вернулся обратно и начали разговаривать с этими с компанией который занимался очками построили им пайплайн договорились о том что второй раз приеду в нее и уже будем налаживать конкретный процесс но и вот просто весь вам интересно вот так вот было это все отлажены очки покрывали специальным составом вот здесь вот на верхнем верхнем ряду вы видите две 3d модели одну фотографию кто может сказать где фотография где модель до слева да слева фотографии тут две модели снизу тоже одна фотография одна модель уже с материалами но это уже руками человек просто по хорошим референсом просто подбирает цвет материала и прозрачность грубо говоря ну собственно вот так вот на этом наконец моя история то что и вот сейчас вот я нахожусь здесь если я прилетел буквально несколько недель назад по моему две недели назад сейчас я нахожусь здесь и вот что будет дальше пока что неизвестно непонятно ну когда мы говорим о стартапах в область программного спечения ну наверно все сразу задаются вопросом а вы его продаете а все ситуации с пиратом знает знает и как вот это нужно куда-то серьезно защиту делать но даже адоб взламывают как в этой ситуации решается да это про ну это правда то что я не знаю ни одной программы в мире которая не была взломана поэтому я для себя как бы может быть это неправильно я для себя решил что надо всегда просто держать в голове то что она уже взломана просто знать что она уже взломана кем-то и действовать вот исходя из этих знаний вот ну собственно и все и я просто очень много у меня самого как бы не было опыта таких мировых продаж но я общался с очень многими людьми которые продают и мнение очень как бы одно наверное у всех люди которые хотят купить купят люди которые не хотят купить никогда не купит то есть в россии никогда не купят в штатах будут покупать сюда то есть выделяете оценку рынка что тысяч человек это нужно и из них 300 своруют 700 купит и ну вы понимаете себя что это вас ситуация устраивает такая ну да я с ней ничего не могу поделать да дело в том что если ничего не могу поделать это особое как бы состояние психологии человека я не знаю как и описать может такой пример ну будет близок я не знаю ну грубо говоря когда вот человек приходит в больницу там есть бахилы самый простой вариант вы можете купить бахилы и рядом стоит коробка с этими бахилами использованными и никто естественно не возьмет эти бахилы хотя они те же самые абсолютно никто не возьмет просто и чувство как бы я не знаю может быть ну просто потому что гордость я не знаю то есть вот это чувство оно возникает у людей в европе в штатах когда они видят программу ломаную на ломаном сайте им несложно грубо говоря купить эту программу за деньги если она стоит адекватных деньги ну а все-таки может быть какие-то советы вот по поводу того как делать чуть сложнее злом ну конкретно даже не может в плане программирования в общем как-то юридически как запатентовать мне кажется просто вот вокруг продукта нужно ну вот в моем случае мне кажется лучший вариант вокруг продукта создавать именно группу людей такую семью как бы свою то есть группу людей которые этот продукт и вас как разработчик любит вот и это означает что вы им оказываете определенный фидбэк вы их тоже любите вы их там делаете им рассылки вы делаете патчи вы там помогаете им вот и человек приобретая программу приобретает не кусочек кода приобретает вашу поддержку грубо говоря вот и вот когда вот это чувство есть то очень хочется как бы купить вот а плюс еще ну наверное парадоксально но вот как право называется russian 3d сканер вот сто процентов все говорили все кому я показывал эту программу они говорили что да все супер только убери russian пожалуйста все не найду просто все говоришь что бери вот убирать не стал потому что вот ну я уже где-то говорил то что в россии в лице европейских стран в лице там сша айти именно россия да это что такое то касперские там и еще наверно две-три там программ которые я яндекс ну яндекс они же как бы я не знаю пользуются или нет и они сильно в курсе извините но просто это парочка программ из россии когда вот еще есть очередная программа да и когда они говорят это просто очень приятно то есть мне было приятно когда я увидел на японском ресурсе что они взяли анонс вот это вот на русском языке перевели на свой дописали что они сами об этом думают и потом переводил выложим на свой новостной ресурс и я получал там 80 процентов трафика из японии одно время просто вот им понравилось это было очень просто приятно вот что касается технологии с порошком вы ее еще используете или уже кому-то продали она не сработала я поэтому именно поэтому я ее дело в том что кто-то открыл секрет нет не в этом дело дело в том что надо мало того что нужно покрыть чем-то матовым чтобы объект был непрозрачным надо покрыть так чтобы свет вообще через нее не проходил то есть когда вы допустим там повернете немножко от стаканчика у вас будет проходить шаблоны насквозь и освещать скажем вот эту сторону то вы получите сбои на сканирование поэтому мы там пришли к другому решению которое очень плотно покрывало так чтобы он вообще не просвечивал что касается стартап у вас были ли инвестиции какие планы по входу на рынок ой это отдельный вопрос это очень большое преимущество участие в конкурсе убитый вот подобных конкурсов не знаю участвовали вы или нет но я очень советую это сделать потому что для меня было откровением буквально несмотря на то что проект ну не блистал там я честно скажу по сравнению со всем остальным но в течение двух месяцев после того как я вернулся в воронеж каждую неделю стабильно как минимум один инвестиционный менеджер мне звонил то есть разных инвестиционных фондов предлагая инвестиции вот причем у меня мыслях не было ничего брать на тот момент вот настоящий момент мы сейчас буквально сейчас ведем переговоры об инвестициях вот но здесь есть две как бы чаши весов которые для вас для всех наверное очевидно вот то есть это совершенно два разных мне кажется сейчас как бы два разных пути развития абсолютно в одном случае вот грубо говоря у у вас есть вот этот бизнес вы начинаете продавать свой продукт и его продажи не сто продаж в месяц а десять что это для вас означает хорошо вы создали маленький бизнес он дает вам приток какой-то капитал и может начать отложить его и начать создавать другой бизнес на любом случае для вас небольшой успех который вам приносит деньги случае инвестиции это провал правильно вот и вот в этом очень как бы и очень-очень много таких аспектов то есть с одной стороны если вы создаете сами вы опять же можете прийти к идее просто маленького бизнеса постепенно его развивать случае инвестиции вы обычно либо создаете компанию с перспективой выхода из нее с перспективы ее продажи и так далее то есть есть такие аспекты вот о которых я сейчас вот думаю и как раз вот надо будет принимать решение брать инвестиции нет а можно еще раз извиняюсь сроки ближайшие наверное пару месяцев вот планы очень простые любыми целями любыми смысле любыми возможностями сделать так чтобы эта программа использовалась в реальных производствах в ватаре 2 вот этих новых фильмах это совершенно как оказалось совершенно не фантастика это совершенно просто делается при условии что у вас есть группа таких очень лояльно настроенных клиентов которые ждут как их лояльно настроить тоже это отдельный вопрос но вот могу просто маленьким секретом который у меня сработал поделиться мне говорили что программу легче начинать продавать как фривая то есть бесплатно тогда у вас появится толпа людей которые будут лояльно относиться потому что это же бесплатно им досталось не будут критиковать баги в этой программе будут ее поддерживать я пошел немножко другим путем я сделал очень маленькую цену то есть 200 долларов за программу что по сути почти бесплатно для для америки для европы вот но при этом практически все люди которые мне обращались пожалуйста дайте бета-версию я обещал бета-версию дать семи людям я ее дам абсолютно всем бесплатно всем кто обращался при этом человек получая знаю что программа платная получаю бесплатно совершенно по-другому относится к вам вот и в результате возникают такие ситуации когда человек работая в компании скажем ну которая делала звездные войны допустим вы будучи специалистом никогда не узнаете какие процессы происходят внутри нее нельзя зайти нельзя узнать секрет там производства вообще как они это сканирование там используют но вам пишет человек обычный модель из этой компании вы ему даете эту прором бесплатно он благодарен и вы спрашиваете а зачем вам вообще она нужна как вы вообще ее будете использовать и вы узнаете за один вечер такие вещи о которых просто ну грубо говоря научиться нигде нельзя просто вот ему просто вы понравились он вам рассказывает он знает что если он это расскажет то вы добавите пару кнопочек которые ему лично будут там удобно вот и вот таким образом собирается собирается этот бесценный вот фидбэк от пользователей сами говорят то что им нужно вот я возвращаюсь опять к рынку вопрос это во первых то что же вы делали в россии то сразу ли вы рассчитывали на международный выход или вы все-таки хотели где-то в россии соответственно как-то сопоставлял с вашими планами и бизнес-планом и прочим и второй вопрос это работа ли вы или с русскими 3d визуализаторами я сразу где самое очевидно я сразу скажу что русской версии на русском языке вообще не будет принципиально что в россии это не нужно абсолютно никому это как бы ну то есть это здесь это не нужно никому абсолютно вот и очень много истории это то есть если здесь это будет использоваться это будет использоваться уже после того как будет пользоваться весь мир только таким путем это будет идти то есть у меня грубо говоря есть допустим друг который ведущий моделлер на очень-очень крупном производстве мультфильмов вот в россии мы однажды с ним встречаемся я говорю я доделал свою бета-версию хочешь протестировать он говорит слушай мне надо бежать я там не успеваю куда-то ладно все спасибо и уходит вот через два дня я узнаю что слухи дошли что один из самых лучших моделеров в мире признанный там два года назад получивший мировой авард вот которого знает практически любой моделлер в мире но ведь я хочу эту программу мне нравится еще через пару дней эти слухи доходят до этой компании это человек мне пишет ваську слушай ну там помнишь что он предложить давай давай вот то есть это вот только вот так работа поэтому на русский рынок и никак не рассчитываю абсолютно изначально рассчитывали линию изначально не рассчитывал можно у меня такой вопрос вот а окей скажите пожалуйста вы изначально разрабатывали эту программу бета-версии по сути представляла из себя уже такой готовый сформировавшийся продукт либо был некий мрп да такой минимально работающий продукт на котором вы тестировали в принципе надо это кому-то или это только вот ваша личная потребность в такого рода софт да реально там может быть полтора человека в мире будет нуждаться в таком то есть вот как вы тестировали вот вообще нужно ли это другим готовой версии либо в виде какого-то мрп по кусочкам да то есть именно минимальная минимальный рабочий продукт первая версия у меня была я прижимал наша камера не двигалась и прижимал этом локтем полном книжки проекты рядом стоял у меня не было там какой-то момент мне надо там было делать три сочи меня не было принтера от руки там по линейке рисовать эти квадратики от самые-самое начало то есть вообще из минимально возможных вещей совершенно делал вот и просто показывал результат в конце концов все сводится к результату то есть сделать удобные кнопочки вы сможете всегда главное получить достаточно чтобы математика давала возможность получить очень хороший результат я показывал результат люди говорили да давайте я очень сильно хочу все это значит что надо делать красивые кнопочки андрей а вот такой вопрос я просто вас слушаю ну так увлекательно все рассказывать как я понимаю вот когда вы делали такой в этот продукт у вас не было такой цели ага сейчас я его сделаю вы просто как бы постепенно шли до от своего кайфа то что вот это вот мне нравится я сам для себя делаю и только вот потом вы сами случайно попали на этот бит то есть ну как бы как у ворона бассета да так еще раз последняя часть как у ворона бассета ну я не знаю историю его вот ну да это был действительно так то есть я просто случайно попал никогда вот я действительно отвечал просто на вопросы кто ваша там аудитория сколько и зачем им это нужно вот так в этот момент я только реально осознал что вот это у меня самая большая это у меня самая большая проблема до поездки я двигал полностью один вот причина наверное одна потому что математика очень как бы большая математика цепляется одно с другое то есть из всего что нам преподавали в университете из всех предметов я использовал 90 процентов того что нам преподавали то есть ну вообще просто все что было можно включая там дифференциальные там вычисления и так далее вот и это все вот так друг за другу цепляется и просто брать другого человека еще мне пришлось бы потратить еще год просто на его обучение на этого уровня потом уже просто таких людей на самом деле просто если посчитать количество сканирующих систем в мире посчитать штат этих компаний то можно сказать что в мире таких людей вообще специалистов этом очень очень мало не то что касается но вот это это то что я сейчас собираюсь сделать то есть до вот текущего момента у меня просто не было времени этим заниматься мне нужно было срочно слепить прототип срочно поехать туда срочно сколько вы этим занимаетесь имеется ввиду по времени с момента бита ну где-то около наверно в том виде вот технологии которые сейчас около двух лет спасибо андрей такой вопрос по поводу российского пользователя в чем по вашему причина того что данный продукт используют мировые компании к то создавали star wars и так далее но при этом российские пользователи российские специалисты 3d модели которые не имеют такого уровня как международные отказываются его использовать но готовы использовать после того как он использован уже там за называемым бугровым то есть в чем причина у нас такие костные пользователи или недостаточная культура потребления покупки нового товара ну это очень такой это такой как сказать сакральный вопрос то есть он очень очень много дискуссий может вызвать и мне сложно сказать просто при бюджетах запад то есть у нас вы смотрите доктора хаус наверно многие бюджет одной серии доктора хаус равен бюджету полнометражного мультфильма в россии который делается в течение пяти лет вот у них есть возможность содержать отдел людей которые просто думают у нас нет такой возможности у нас надо содержать людей которые завтра сделают там трейлер послезавтра сделают там несколько эпизодов и так далее в этом наверное основная причина то есть если вы вас не будут ну как бы в большинстве студии наверное просто не будут поощрять за то что человек сел на три месяца и единственный результат то что он делает он думает то есть какие-то ресерчи делает которые никто не понимает вот поэтому вот это внедрение 3d технология ну вот так вот происходит очень тяжело у нас андрей спасибо большое за презентацию очень интересно желаю успеха очень клево у меня такой вопрос ты говорил когда начали вот ну там в институте еще продавать делать небольшие ролики вот такой продукт по сути это другая технология другие вещи как вы находили клиентов ты сказал что были международные клиенты да вот например как находили международных клиентов ну это больше как продажи такой вопрос да ну это очень просто начинали с фриланса вот ну фрилансе просто придерживались там принципов определенных вот для меня эти принципы были то есть как это быть в общем разведчиком всегда то есть допустим когда на фрилансе появляется ну многие наверное из вас фриланс видели или пробовали на заре совсем вот но смысл в том что когда появляется проект на него кидается огромное число людей всегда вот исполнители причем там 90 процентов из них вообще не понимает как это сделать там 5 процентов из них хотят это сделать за сумму в 5 раз больше но для заказчика это выглядит как вот 50 человек которые на него навалились вот и ну мне вот моя такая небольшая как бы чит был то что я старался узнать все о заказчике то есть большинство заказчиков было в контакте по контакту можно понять их интересы чем они занимаются можно найти их вместо того чтобы написать на почту можно посмотреть на личный телефон совершенно ошарашив их вот и вот так я поступал каждый раз и вот так получалось то что из 50 проектов допустим мы забирали каким-то образом себя ну вот начинали так потом просто надо делать ну мы делали так что просто заказчики нас любили мы старались сделать недорого но при этом максимально качественно то есть как бы вот вот и вот в результате я уже отошел от этой компании где-то уже наверное два года прошло как я там не работаю ребята продолжают но нам вот до сих пор грубо говоря звонят заказчики которые вот только вы давайте пожалуйста сделайте то есть фриланс а потом уже работает так называемое как бессарафанное радио то есть если кому-то понравилось то есть как бы андрей а вот эти подходы психологические о которых ты всегда говоришь они откуда пошли как раз от фриланса от наблюдений ты что-то изучал отдельно да ну как бы из книжек которые все читают вот ну в принципе все читают же книги по вот как общаться с клиентами как делать вот ну собственно из этого ну просто я понял что это очень это то это то же самое как вот если человек хочет накачаться хорошую там мышечную массу нарастить надо каждый день заниматься в спортзале здесь то же самое если хочешь как бы тут преуспеть надо каждый день покачаться книжками каждый день читать еще вопрос ты говорил в начале проекта у тебя была мечта чтобы твои технологии использовали во втором аватаре сейчас как-то эта мечта ну то есть она увеличилась появилась какая-то другая мечта или она все еще висит судя по тому что ты делаешь это уже не за горами ну эта мечта есть но она не очень важная на самом деле мне кажется самая сейчас больше появилась мечта то что например вот если идет речь о протезировании допустим да эта штука реально может использоваться реально может делать вещи проще то есть вот в частности вот эта компания беспокой innovation которая показывала там доходит дело до абсурда у них классные технологии у них все суперски вот они могут позволить себе любой сканер но они не могут позволить себе такой сканер в каждой стране мира вот и доходит до того что они допустим раз в год они собираются все команды включая seo компании едут в германию собирают там всех клиентов которые там накопились сканируют их всех приезжают обратно надеюсь что там они отсканировали все правильно делают эти протезы вот вот эта штука она еще то что она дешевая можно очень легко тиражировать ее по всем странам вот это раз и второй момент я бы очень хотел чтобы вот эта технология именно в области протезирования и медицины была бесплатной вот то есть это вот из разряда вещей когда человек живет умирает а что-то после него остается вот и вот это вот ну просто вот грубо говоря это было бы хорошо если вот если бы эта штука помогала бесплатно вот в этих ситуациях а с другой стороны это несет за собой выгоду потому что компания лицо и вид компании изменяется в лице других людей то есть когда видят что эта программа ну как бы помогает бесплатно то как бы и пользователи смотрят на нее с другой стороны не так много таких систем которые есть ну вот это вот наверное вот сейчас самая большая вот эта мечта коллеги вопросы мнения суждения да хотелось бы услышать на самом деле просто какие-то не знаю советы потому что я уверен что вы знаете на самом деле больше меня гораздо потому что у вас ну вы учитесь в школе и очень-очень много докладов слышали очень много идей поэтому мне бы хотелось слышать совет ну извините то есть надо ну совет не знаю какой но круто прикольно вперед захватывать мир спасибо когда речь шла о блокбоксе вы сказали просто о том что от блокбокса в качестве помощи был выделен велосипед и я так понимаю это лист бумаги в котором вы записывали кому можно поехать на этом велосипеде чем еще помимо велосипеда помог блокбокс да я могу рассказать ну на самом деле это неправильное впечатление просто сложила блокбокс на самом деле Саша Маркова это удивительный человек совершенно вот она ну помимо того что благодаря ей мы посетили фейсбук новый офис вот благодаря ей мы с очень-очень многими людьми познакомились там же вот плюс еще это вот атмосфера вот ну могу просто маленькую историю рассказать то что мы жили в этой комнате ну в этой комнате мы жили с представителями разных стран вот ни один из них не мыл в принципе ничего не убирал не мыл посуду никогда вот и тут приезжает вдруг человек посреди ночи которого зовут Алексей он просто здрасте здрасте и он там уезжал на какой-то другой конкурс вот и на утро просыпаюсь я вижу что все перемыто и все вымыто и все убрано вот и что Алексей сидит и что-то и завтракает и я думаю да вот этот человек вот молодец вот и этот человек он создал многомиллионный бизнес вот он приехал делать уже второй бизнес там в отличие от всех кто там жил вот и вот этот опыт когда вот с такими людьми рядом живешь то есть буквально сейчас он долго искал инвестиции под свой второй проект в России и находясь в Штатах он за неделю нашел инвестиции в России здесь вернулся уже то есть подписывает договор с инвестором вот и когда вот с такими людьми постоянно находишься бок о бок слушаешь от них идеи это бесценный опыт вот это вот то что блокбокс действительно дал больше это как бы получить наверное тяжело где-то и вот возвращаясь к вопросу бесценной литературе которая вам помогла в понимании вот этой вот вашей линии поведения в плане маркетинга в плане продвижения своего продукта что бы порекомендовали конкретно название имена выпуски ну конкретно нет конкретно по моему смысла нет называть потому что надо ну опять же чисто мое как бы субъективное мнение а то что во-первых если есть какая-то идея которая понравилось мне кажется надо прочитать книгу которая эту идею разносит в пух и прах и тогда вот между вот этими двумя позициями появится что то ну чему можно доверять это раз вот так вот pra the moment ее что мне кажется даже если читать очень очень совершенно дурацкие даже книги про бизнес совершенно бездарно написаны у послед tactic у вас все равно работает голова они соглашаетесь с ними начинаете думать начинаете думать как в чем гландал на самом деле и вы все равно развиваетесь Поэтому читать можно абсолютно, мне кажется, все. Главное читать просто. И последний вопрос касательно ваших дальнейших планов с этим проектом. Вот вы сейчас его сделаете, доработаете, доведете до совершенства, отполируете все там детали, проработаете интерфейс. Вы видите себя в дальнейшем в каких проектах тогда? Потому что все-таки, я так понимаю, 3D-визуализация была в вашей, не знаю, профессии в течение длительного периода времени. А если делать новый проект, то, наверное, это будет что-то другое, либо это, может быть, тоже в этой же сфере. Планы на будущее? Ну, я себя, я честно, я, наверное, плохой предприниматель, я абсолютно не отнес к тому, что называют серийные предприниматели, да? То есть я делаю только то, что я умею, то, что я сам буду использовать. Остальное я не разбираюсь. Поэтому я вижу будущее только за различным применением вот этих технологий в разных сферах. Иначе просто в другом я не знаю, кому это нужно. Ну, у меня вопрос попроще. Ты сказал, что ты из Воронежа. Я очень люблю этот город, там бывает часто. И вопрос такой. Вот сейчас успешный бизнес, да? Ну, родиться мы это можем тебе сказать, если не веришь. Ты, есть ли планы остаться в Воронеже? Потому что, послушав тебя, такой патриот, вот приятно просто находиться в одной комнате с таким человеком. Планы на Воронеж, так сказать. Может быть, это уже переползешь, жить в Москву, а там глядишь уже и Кремнию долина, там опять поманят что-то. Вот будет ли привязка к Воронежу и, например, к вузу, в котором ты учился. Ты сказал, что ты учился на математике. И вот пример такой. На прошлой неделе я был в компании резидента Сколково, которая тоже занимается математикой, но проектирует нефтегазовые месторождения, делают это лучшими в мире, лучшими людьми. Это такое применение математики вот среди так студенческих кругов, я не математик, я физик, материалей, да? Это считается такая наука, да? Ну, наука ради науки больше, да? То есть это такие ребята, которые сидят, потают, еще что-то. Это все сложно и неприземленно, вот так скажем. А здесь вот я за две недели уже вижу два проекта реального применения математики такого, что, ах, прям такой мировой уровень, это бизнес, это деньги, это можно делать и получать удовольствие и жить хорошо. Вот я тут много даже расскажу уже вопросов. Не-не, линия понятна. Интересно про Воронеж, да? И, может быть, ты будешь читать лекции, например, в ИГУ, ну, не знаю, какой я закончил. Просто показать пример вот таким вот математикам, потому что, мне кажется, с мотивацией у студенчества сейчас очень сложно, и это бы очень помогло. Вот вопрос такой. Так, ну, по поводу Воронежа, то, ну, я бы предпочел Воронеж в Москве, извините. Почему? Ну, и даже если просто говорить про Калифорнию, не знаю, ну, может, кто-то, ну, вы были, наверное, кто-то из вас в Калифорнии, но на Москву она не похожа абсолютно, она больше на Воронеж похожа. На то место, где я сейчас живу, просто почему? Потому что вы выходите на улицу, там маленькие домишки, через 20 минут у вас берег океана, через там 5 минут у вас там что-то еще, то есть абсолютно все рядом, абсолютно, то есть это вот, ну, как бы вы жрете, как в лесу там. Там по дороге ходят косули, вот, там каждое утро бегут белки, то есть и это очень сильно не похоже на Москву, и как бы это позволяет отдыхать, как бы головой, то есть каждый вечер, грубо говоря. Поэтому Воронеж буду там, вот, пока что. Так, второй момент про то, что вот вести лекции и так далее, на самом деле непросто, ну, вот, честно говоря, мне сейчас стыдно здесь находиться, просто потому что вот в это же время я мог бы сейчас писать продукт, вот, а не рассказывать про него. Вот, но как бы очень благодарен компании ЦИСК, поэтому вот, ну, не мог отказать. Вот, на самом деле, вот, я считаю, что самый лучший пример, самая лучшая мотивация, это когда, грубо говоря, вот вы учитесь в университете, у вас есть 100 человек на курсе, вдруг один из этих людей начинает, ну, там, допустим, создает, там, технологию, которая покупает Facebook за несколько миллионов долларов. Мне кажется, лучшая мотивация. Вот, то есть именно не просто увидеть, там, какую-то историю успеха, а знать человека с детства и видеть просто, как он поступал, что он делал, раз, и он получает какой-то успех. Чем больше таких историй, тем больше это мотивирует. Вот, для меня вот таким примером, то есть у меня есть в Воронеже, то есть ряд компаний, которые успешны, мы с ними движемся абсолютно параллельно. И то, что мы делаем, раз в месяц точно, просто приезжаю к ним на кофе, просто спрашиваю, ну, как у вас? Они мне рассказывают, я понимаю, что я сильно отстаю, они уже начинают продаваться, еще нет. Лучше этой мотивации, по-моему, не бывает. Еще маленький опачек. Раз, мы Сколково. Есть планы на резиденцию Сколково? Вообще интересует Сколково? Как и на град, может быть, жить опять же здесь, да? Это будет через пару лет, можно еще пару лет в Воронеже остаться, но переехать сюда. Я, честно говоря, просто... И использовать как инструмент инвестиций, может быть. Есть ли планы? Лициска достаточно. Я практически ничего не знаю, о резиденции в Сколково. Я бы хотел, я бы точно хотел узнать побольше про это, а потом уже принимать решение. То есть, ну, естественно, если это выгодно, если это дает выгоду, ну, конечно же, да. Коллеги, у меня на самом деле к вам вопрос сейчас. Мы сейчас прослушали реальную историю. Расскажите, что это для вас, что это дало? Почему вот эта презентация непотерянное время? Ну, то есть, Андрей говорит о том, что я мог сейчас писать программу. Андрей, хотелось бы тебя поблагодарить очень за этот рассказ. Спасибо. Говорите только правду, пожалуйста. Правду. Только правду. Он очень мотивирует. Я вот когда хожу, очень много хожу на всякие лекции, слушаю разных предпринимателей. Когда я пошла в первый раз, там, было в МГУ, в научном парке, я пошла, думаю, сейчас меня научат, как делать бизнес. Сейчас я приду, и мне все расскажут. Сейчас вот бизнес-план, все напишем, все сделаем. Я поняла, что, конечно, ничему не научат никогда. На таких мероприятиях могут научить, даже не научить. Вот это все дает какую-то внутреннюю мотивацию. Ты смоешь на людей и заражаешься от них каким-то позитивом, какой-то энергией, чем-то другим. Смоешь на людей, которые занимаются чем-то совсем другой области, там, тебе совсем не знакомы, я ничего не понимаю в 3D-графике. Но это вот очень полезно, просто невероятно, полезнее этого ничего нет. И очень приятно смотреть, как тебе нравится то, чем ты занимаешься. Это секрет успеха в этом. Спасибо большое. Поэтому удачи. Спасибо. Коллеги, хотелось бы конкретно, может быть, действие. Что вы готовы сделать дальше? Мотивация хорошо. Есть ли что-то? Может быть? Нет. Вот как бы, если по поводу конкретно 3D-сканера, я сам по специальности литейщик, это же вообще дает просто огромные просторы. То есть именно в художественном литье, потому что, ну буквально, ты в любой объект поставил, оцифровал его, и тут же в стереолитографии получил модельку, и тут же ее залил. И это, я так понимаю, просто буквально часы. Хотя на это раньше уходило очень много человека часов, скажем так. Лично для себя из вашего выступления вынес две вещи. Первое. Необходимо как можно больше действовать, как можно меньше теоретизировать и строить план. Лучше начать что-то делать, чем долго-долго разрабатывать план, смеваться и так далее. В частности, у меня у самого есть кое-какой проект, я сейчас понял, да, приду вечером и кое-что сделаю, что я давно хотел сделать. И второе. Это ваш метод ведения переговоров. То есть просто зайти, позвать Майка, не писать письма, не звонить по телефону. Тоже может быть пригодится. Спасибо. Коллеги? Я бы хотел еще, можно, маленький совет от меня, но не от меня, просто от очень многих людей. То, что я действительно бы очень хотел посоветовать, то, что если вы делаете именно IT, IT бизнес, который связан с международными продажами, просто обязательно нужно посетить именно Калифорнию, именно Силиконную долину. Это как бы просто абсолютно обязательно переворачивает абсолютно мозг вообще в другую сторону. Почему? Потому что вы увидите там то, что, знаете, у вас есть какие-то мысли, в которых вы уверены, а есть какие-то такие маленькие догадки, которые вы думаете, может быть, это когда-нибудь сработает. И когда вы туда приезжаете, вы видите 100 человек вокруг, который говорит, да, конечно же, это сработает, мы это делали 50 раз. То есть, грубо говоря, вот эти ваши догадки, они там оказываются совершенно уже давно реализованными, и они являются правилами жизни для многих уже. А вы только думали о том, что может быть это сделать. И это абсолютно полностью все переворачивает. Вот, обязательно постарайтесь туда попасть. Это очень многое даст. Да, и еще маленький момент, извиняюсь, опять же, про... Там немножко другая культура, абсолютно связанная с тем, что не обязательно быть хорошим. Не столько важно ваш успех как предпринимателя, но имеется в виду по поводу вашего авторитета, по поводу, там, да, как к вам относятся, не настолько важно, какие вы хорошие бизнесы создали и не проваливались ли вы. Гораздо более важно то, что называется true identity у них, то есть истинная сущность человека. Почему? Потому что вот это вот постоянное общение между каждый вечер, буквально там вот эти коворкинги, нетворкинги, вот, в результате этого общения просто новости распространяются совершенно безумно быстро. Вот, поэтому если вы сделаете какой-то поступок, о котором, как бы, ну, кому-то соврете, сделаете что-то не так, сделаете что-то не очень честно, об этом узнает вся силиконная долина буквально на следующий день. Это действительно так работает. И поэтому самая ценная там является вот это вот true identity, то есть быть именно честным, последовательным, вот. По поводу фидбэка, ну, я много таких разных выступлений слышал. Ну, когда приходят люди, ты видишь, что такие же ребята, как ты, как бы, это не Стежов и Билл Гейтс, у которых там, ну, у меня раньше было впечатление, что такие, такие там ангелы у них летают звездочки, а такие же ребята берут просто и делают. Ну, на таком уже. Андрей, знаешь, спасибо тебе за вот еще одно доказательство того, что нужно по жизни заниматься тем, вот, чем ты живешь, чем горишь. То есть за это правда спасибо. И знаешь, я глубоко убежден, что презентовать ты умеешь и, по-моему, ребята должны со мной согласиться. Потому что правда, слушай, видно то, что ты хочешь это донести, хочешь донести свою мысль, и это действительно держит. То есть ты слушаешь, вот. Спасибо большое, вот это очень приятно. Спасибо. Про меня презентовать. Андрей, очень интересная была история, на самом деле, как тебе помогло неумение презентовать. Можешь ее озвучить? А, ну, про неумение, ну, то, что, да, я считаю, то, что вот наоборот неумение чего-то делать, оно помогает больше, чем умение. Потому что для себя, ну, я где-то в какой-то книжке с какого-то момента прочитал, что нужно ввести блокнот и беспрекословно выполнять. это как бы, я довел это до того, что это как бы вот такая, ты сам себе тиран. То есть, грубо говоря, если это блокнот, если, из него ничего нельзя никогда вычеркивать, его можно только записывать. Вот, если там записан какой-нибудь пункт, да, что это нужно сделать, то есть, только два варианта, умереть или сделать. Вот, других вариантов нет и, то есть, без исключения, грубо говоря. Мне, конечно, то есть, мне не идеально это получается, но просто. И в результате это приводит к чему, допустим, то есть, очень там тяжело, допустим, есть какие-то сложности с общением, с кем-то подойти, договориться. Вот, ну, просто приучаешься, а что делать, записываешь блокнот, то, что нужно подойти. И, как бы, как бы тяжело не было, берешь, подходишь, просто потому что там записано, потому что ты знаешь, что иначе просто там ты себя просто изничтожишь, если ты это не сделаешь, если ты этот пункт не выполнишь. Вот, и в результате получается так, что подходишь к людям, к которым другие, те, кто умеют подходить, да, там, разговаривать, они просто не подошли, ну, потому что у них не было просто запят. Ну, вот такие вот ситуации, очень-очень много таких ситуаций было, когда совершенно абсурдные поступки, но просто из-за того, что ты поставил такую цель, ты вот взял и сделал. Вот. Все? Спасибо. Андрей, я прямо за, чтобы мы вот так же ставили цели, достигали, не умирали, но старались с этим. Женя, что ты хочешь сказать? Давайте, последнее слово и заканчиваем. Я хотела напомнить про чай просто. Коллеги, чай. Спасибо вам, ребят, большое, было очень приятно, на самом деле, перед вами выступать, вот. Я надеюсь, я когда-нибудь буду на вашем выступлении обязательно послушать вот ваши истории, которые у вас будут. Андрей, я оставлю визитки, сейчас положусь на стол. Все окей. Да, еще, я не знаю просто, я так понимаю, что это где-то будет еще транслироваться, еще больше людей это будет видеть, поэтому я просто хочу сказать, то, что если у вас есть ваши бизнес-идеи, возможно, каким-то образом, вот, допустим, вот в твоем примере, да, каким-то образом должно быть использовано трезисканирование, вот, то я вам как бы, это тоже вещь, опять же, бесплатно готов предоставить, вот, потому что мне как бы этот опыт использования дороже, чем продажа. То есть смело обращайтесь, вы получите, то есть к моменту релиза вы получите свою версию бесплатно, можете использовать как угодно. У нас на кафедре это с удовольствием тренируется. Вот, пожалуйста, то есть как только будет релиз, это с удовольствием отдам. Спасибо. Ленин, чай, плюшки, неформальное общение. Спасибо.